Наше вам кубическое здрасте, меня зовут Алексей Зуйков, вы смотрите видеоблог 2 в Кубе и настал наконец-то на вашей улице праздник. Сегодня у нас ТОП, но ТОП это будет непростой. Сегодня я расскажу вам о пяти действительно классных настолках, которые, к сожалению, не были переведены и изданы на русском языке. Постараюсь расположить их по местам, все-таки у нас ТОП, и помечтать немножко о том, какие игры стоило бы локализовать и издать на отечественном рынке. Тем более, что прецеденты такие уже были, и мне повезло обратить внимание наших издателей на несколько действительно классных настольных игр, которые уже доступны на русском или вот-вот скоро станут доступны для игроков. Держим кулачки за локализацию как можно большего количества классных настольных проектов и начинаем. На пятом месте абсолютно языконезависимая игра, в которой текста нет, кажется, ни на каких компонентах вообще, только символы. Может быть где-то совсем маленькие вкрапления слов, но тем не менее это один из лучших абстрактов и одна из лучших быстрых, красивых настолок, известных мне. На официальном сайте Санторини написано, что изучить ее можно за 30 секунд, а играть всю жизнь. И, пожалуй, это действительно так. В свой ход вы просто делаете один шаг, а затем строите этаж здания. Задача игроков первым суметь построить трехэтажное здание и оказаться на этом самом третьем этаже. При этом противники будут всеми силами стараться запороть вам ваше строительство, создать ловушки или закрыть здание куполами, чтобы по ним невозможно было ходить. Совершенно элементарный игровой процесс уровня тех же самых крестиков-ноликов, например, но в трехмерном пространстве с этажами, с высотой и с огромным количеством разных персонажей, каждый из которых обладает какой-то уникальной способностью. Один, например, может строить дважды заход, другой контролирует другие какие-то фишки и так далее, и так далее. Огромное количество этих карточек-богов, которые позволяют каждую партию действительно играть уникально, интересно и необычно. Также вчетвером в эту игру можно сыграть командно, два на два, и устроить такой поединок команд, поединок умов, а также классно, интересно комбить свойства ваших персонажей, чтобы привести свою команду к победе. Лично у меня этой игры нет, но каждый раз, когда представляется такая возможность, я стараюсь сыграть партейку-другую, и обязательно, если какого-то новичка привожу в наше хобби, например, на кемпе, стараюсь показать ему Санторини, и это все время блеск в глазах, это все время радость, кайф, и это то, чего на самом деле хочется видеть от настольного гейтвея. Забавно, что стоит игра не таких больших денег, но за счет большого количества пластика, миниатюрок и всего остального, из-за рубежа покупать ее очень накладно и дорого, а в России такой возможности совершенно нет. Как я уже сказал, текста на английском языке в игре практически нет, для локализации перевести стоит, ну, по факту, только правила, и можно ее спокойно продавать, хоть на английском языке, если вложить туда буклетик с русскими правилами. Меня очень сильно удивляет, что ни одно наше издательство до сих пор этого не сделало, и мне невероятно хочется, чтобы это произошло. Четвертое место, и лично для меня еще одно открытие кэмпов. На мартовском, по-моему, миппл кэмпе ко мне подошел Леня и предложил сыграть в цитата «Повелитель Токио – здорового человека». Ну, вы наверняка поняли, что устоять перед таким предложением у меня не было никакой возможности, и, конечно же, я постарался найти время и сыграть в Dragon Scales. Забегая вперед, сразу хочу сказать, что сравнение с «Повелителем Токио» все-таки немножко притянуто за уши, но, тем не менее, Dragon Scales – это игра, в которой классические ДНД-шные злодеи отправляются в подземелье трехглавому дракону для того, чтобы его победить, но лутать как можно больше всего. И, конечно же, эти злодеи, не какие-нибудь там герои, которые работают сообща, здесь каждый сам за себя. Каждый ход вы кидаете кубы у себя за ширмами, собираете комбинации и сражаетесь за действия, которые будут доступны вам. Негативные кубики провоцируют атаку дракона, а ваша задача – либо выбраться из подземелья живым, либо этого самого дракона победить, и тогда набрать столько очков, чем больше урона вы ему нанесете. В игре очень много ачивок, за которые даются победные очки, и это всегда очень интересный баланс между тем, что же вы заскорите в итоге. То есть, например, если вы все дракона били, но при этом двигались к выходу, чтобы получать какие-то плюшки с клеток, по которым вы проходите, и дракона вы все-таки победили, тот игрок, который оказался ближе всех к выходу, получит штрафные очки за трусость. То есть, как это так? Мы тут сражались с драконом, а он собрался куда-то бежать. Или же наоборот, то есть, можно остаться и в итоге рискнуть своей жизнью, и проиграть вообще, чтобы этот штраф не получить. Игра очень злая, в ней огромное количество тейк-зэт элемента, и игроки будут физически мешать вам что-то делать не только комбинациями, но и некоторыми картами сокровищ, которые позволяют, например, прямо атаковать ваших противников и наносить их урон. Огромное количество карт у каждого персонажа, которые делают его асимметричным. Один играет через такие штуки, другой играет через всякие штуки. Например, вампир постоянно будет стараться восполнять здоровье, высасывать его у других, а паучиха гигантская будет запаутинивать соперников, не давать им двигаться, или другим каким-то образом пытаться их обездвижить, отравить и своими паучьими способностями мешать прохождении остальным. Несмотря на то, что это игра с выбыванием игроков, так же, как в Повелителе Токио, в том же самом, если вас убили, вы выбываете, но, тем не менее, в конце партии вы все равно оскорите все, что вы набрали. И те игроки, которые проиграли по итогу партии, могут даже в итоге выиграть по победным очкам, если все остальные игроки, которые прожили дольше, заскорят в итоге меньше. Играется Dragon Scales азартно, клево, быстро, весело. Текст есть на картах, его не очень много, но он действительно важен, потому что информация скрытая, и если игроки играют на английском, и не все хорошо понимают, что значит текст на их картах, здесь это, конечно же, сразу убивает атмосферу, потому что суть игры как раз-таки в этих хитрых, таких манчкиноподобных ударах в спину, в активации ваших способностей, которые приносят другим игрокам какой-либо вред. Очень надеюсь, что кто-то из наших издателей к этой игре присмотрится, потому что хорошего Амери и интересных кубических боевиков много не бывает. От противостояния злодеев ДНДшных переходим к противостоянию злодеев диснеевских. Очень многие из вас наверняка уже поняли, что речь идет о настольной игре Villanos. Это асимметричная карточная игра, в которой каждый из вас возьмет на себя роль одного из известнейших диснеевских злодеев, и каждый из них хочет захватить власть, каждый из них хочет прийти к победе, стать самым-самым великим злодеем, и для этого пользуется теми способностями и теми целями, которые есть непосредственно у этого злодея. Если это капитан Крюк, то он должен обязательно найти и победить Питера Пэна. Если это Малефисента, то она должна наложить как можно больше проклятий на все возможные земли. Если это жадный король из Робина Гуда, он должен заработать как можно денег, и так далее, и так далее, и так далее. Например, Красная Королева из Алисы должна собрать пассианс из своих карточных воинов, что тоже довольно весело, интересно и атмосферно. К большому сожалению, насладиться всей этой атмосферой можно пока только на английском языке, потому что, к сожалению, на русском эта игра у нас не издана, лицензия действительно сложная, лицензия непростая, очень много диснеевских персонажей, и договориться наверняка о локализации будет сложно, но мы же тут, камон, пытаемся все-таки помечтать. В эту игру я тоже сыграл в свое время на Мипплкэмпе, причем играли мы с англоговорящими людьми, с носителями, и играли на английском языке целиком от и до. Впечатления, которые я получил, просто невозможно передать. Я играл как раз-таки за Капитана Крюка, отыгрывал максимально свою какую-то пиратскую браваду. Очень весело было и очень классно. Каждый соответствует, пытался своему злодею, пытался его отыграть, и здесь игра очень много возможностей для этого дает. У игроков есть масса взаимодействия. Вы накидываете карты друг на друга, вы мешаете друг другу, при этом, в отличие от того же Unmatched, например, где у вас битва, которая проходит по общим правилам. У каждого там есть атака, есть маневр, и есть какое-то действие. Здесь в Villanoes у каждого персонажа совершенно свой арсенал. Кто-то каким-то образом вмешивается на планшеты противников, кто-то просто забирает у них ресурсы, кто-то каким-то другим способом взаимодействует с игроками, и с каждым допом, а их уже существует довольно много, взаимодействие между игроками становится все более и более разным. Тимур с канала Настолки Лайф считает, что Villanoes — это игра строго на троих. Я лично с этим пока не могу согласиться, потому что у меня не очень большое количество партий наиграно. Мы играли в Питером, и нам было очень весело, было очень классно. Не знаю, почему втроем. Возможно, мы сыграем еще, и я свое мнение изменю. Но я вспоминаю свою партию Villanoes как такой весьма сложный, но при этом не переусложненный, то есть умеренной сложности, сопернический пасьянс, в котором каждый твой ход, каждое твое действие имеет значение. На каждое твое действие ты можешь получить совершенно разные, порой весьма неожиданные реакции от других игроков, и это делает игровой процесс действительно классным, непредсказуемым, разным, и очень-очень интересным. Помимо самой базовой Villanoes и огромного количества дополнений к ней с еще большим числом известных диснеевских злодеев, также была выпущена Villanoes Marvel, в которой сражаются злодеи моей любимой серии комиксов. И коробочку этой версии игры мне подарил Гоша на десятилетие видеоблога 2 в Кубе. Вот совсем недавно я ее получил, она приехала, очень радовался, получился такой подарочек одновременно и на десятилетие канала, и на мой день рождения. Так что эта коробочка у меня есть, ждет своего часа, я очень хочу обязательно в нее сыграть и записать для вас геймплей. Если вы хотите, чтобы это произошло поскорее, обязательно пишите это в комментариях, а я все еще надеюсь на локализацию на русском языке классической диснеевской серии. На втором месте у меня настоящая моя личная настольная мечта, которая, к сожалению, так пока и не сбылась, и я не играл ни одной партии, но очень много слышал про эту игру. Это кооперативная игра с предателем от Роба Давио, автора Unmatched, автора Пандемии Наследия и многих других классных настолок Betrayal at House on the Hill. В этой игре вы путешествуете по генерирующемуся особняку в роли разных персонажей с какими-то уникальными свойствами, исследуете это таинственное место, и в какой-то определенный момент один из вас оказывается предателем, оказывается злом, и он должен истребить всех остальных игроков, а игроки должны выжить и выполнить условия миссии. Более 50 сценариев, огромная реиграбельность и действительно уже эталонный игровой процесс, ведь предательство в доме на холме существует на рынке уже практически 20 лет. Признаться честно, я уже оставил практически все надежды о локализации данной игры, когда вдруг, нежданно-негаданно, в 2022 году вышло третье издание предательства в доме на холме. Ребята, актуальная версия. 50 сценариев, огромная реиграбельность, классный игровой процесс, предатель. Чего вы ждете, локализаторы? Хватайте эту прекрасную штуку, обязательно издавайте на русском языке. Я очень надеюсь, что к третьему изданию предательства в доме на холме наши локализаторы обратят на нее свое внимание, и кто-нибудь обязательно возьмет ее в свое портфолио, потому что эта игра действительно уже настоящая классика. О ней очень много говорят, ее очень много обсуждают, к ней куча отсылок в разных медиа, в играх, сериалах, фильмах. Предательство в доме на холме действительно является такой уже гиковской немножко легендой. Очень классно, что новая версия этой игры вышла. Очень большие надежды у меня на то, что эта игра будет издана на русском языке. Скрестил пальцы. Надеюсь, что вы тоже. Вот мы и на вершине нашего небольшого топа, и здесь у меня игра, которая, на мой взгляд, нуждается в локализации как ни одна другая, потому что по факту все, что есть в этой игре, это текст. Уже 17 лет англоговорящие игроки по всему миру пишут свои мрачные, трагичные и на самом деле очень уморительные истории в настольной игре Gloom. Очень простая базовая механика, и уникальные прозрачные карты позволяют вам добавлять к вашим игровым персонажам все новые и новые сюжетные особенности, делая ваше семейство как можно более несчастной. Собирая при этом комбинации, вы стараетесь, чтобы в ваших окошках было как можно больше чисел несчастья и пишите трагикомедию в духе семейки Адамс. В свое время я не удержался и в путешествии в Европу купил таки себе коробочку Gloom на английском языке, и с тех пор мы сыграли далеко не одну очень классную, интересную и яркую партию, в том числе и на канале Два в Кубе, где мы с парнями с канала Твой Игровой записали очень классный летсплей. Как бы это смешно не звучало, но стая пуделей может за минуту сожрать слона. Четыре дополнения Сказочный Gloom, Gloom в космосе и даже Gloom по вселенной Лавкрафта Все это давным-давно издано на английском языке и фанаты наслаждаются уже не одно десятилетие. К сожалению, мы такой возможностью пока не обладаем. Вероятно, все дело в том, что довольно сложно напечатать те самые прозрачные карты. Тем не менее, мне кажется, что эта игра на русском языке показала бы себя очень хорошо, особенно если например взять и локализовать сразу к Тулху Gloom, потому что у нас игры по вселенной Лавкрафт тоже пользуются огромной популярностью и очень быстро и легко разлетаются. Очень надеюсь, что или Хобби Ворлд рано или поздно приглянутся все-таки к этой игре и решат издать эту уникальную на самом деле не имеющую практически никаких аналогов на столку или какие-то другие издательства их опередят и издадут это на русском языке может быть в каком-то немножко другом виде кто знает но очень хочется чтобы можно было поиграть в эту штуку и на русском языке потому что игра действительно ни на что не похожа игра действительно один из лучших сторителлов потому что ситуации которые складываются там они очень комичны они очень интересны и действия игроков которые они разыгрывают на себя на противников на самом деле пишут внятную интересную иногда очень абсурдную но от этого не менее прикольную историю Вейн Старк путешествовал по Сибири по лагерям и уже хотел возвращаться домой его сожрали медведи вот таким получился мой сегодняшний топ 5 игр которым нужна локализация которые ждут перевода на русский язык пишите обязательно в комментариях какие бы по вашему игры обязательно стоило перевести и локализовать когда я готовился к этому видео изначально решил почему-то что десятку я не наберу но уже в процессе работы над этим роликом в процессе подготовки понял что есть еще много конечно же классных игр на английском про которые тоже хотелось бы рассказать поэтому обязательно напишите в комментариях хотели бы вы увидеть вторую часть этого топа может быть какие-то ваши комментарии может быть какие-то ваши советы какие-то игры которые я упустил обязательно тоже пишите в комментариях и я уверен что если вам это будет интересно если это видео хорошо зайдет я обязательно сниму вторую часть расскажу еще как минимум о пяти классных играх которые, несомненно, заслуживают локализации и появления на российском рынке. Также я хочу напомнить о том, что с недавних пор монетизация в России практически отключена, и единственное средство, на которое существует сейчас видеоблог 2 в кубе, это ваши донаты. За что хочу сказать вам огромное спасибо всем тем, кто подписан на бусте видеоблога 2 в кубе. Большое спасибо вам за поддержку и мотивацию к созданию новых видео. А если вы решите поддержать канал, чтобы новые видосы выходили чаще, круче, интереснее, ссылочка на бусте будет в описании. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить лайк, написать комментарий, чтобы алгоритмы YouTube там правильно все посчитали и показывали наши видосы новым зрителям. А я прощаюсь с вами до встречи на канале и не только. Пока! Игровед — это сотни крутых настолок, предзаказы новинок и единственный в России музей настольных игр. А еще и скидка на весь ассортимент по промокоду 2 в кубе.